Добрый день. Здравствуйте. Должны были сделать интервью с Мельниковым, с депутатом МОСОБОЛДУМА. Готово оно? Согласовано? Да. Туризм в Подмосковье, областной проект у нас должен в каждом номере идти. Раздельный сбор мусора. Еще у нас Оксана должна была подготовить литературную страницу. Позади новогодние праздники. В редакции Щелковского информагентства кипит работа. К субботе должен выйти третий номер районной газеты «Время». Ответственный секретарь Ирина Щербина согласует с главным редактором, что и где появится в газете, чтобы важные события остались в центре внимания у читателя. Все 24 полосы согласованы. Корреспонденты заняты своим делом. Пишут новости, статьи, очерки. В новом году газета станет еще интереснее. И не только за счет фотографий и броской графики. Газета будет ярче, интереснее, живее, современнее. Сейчас такая ставится задача, чтобы информация подавалась ярко и красочно. Соответственно, больше инфографики, больше фотографий. И текст, он должен быть коротким, но содержательным. Новости с колес – это то, чем ежедневно занят Алексей Рычков. Одинаково оперативно ему удается рассказывать и о рабочих поездках главы района, и о праздновании юбилейных дат, и о встречах в коллективах. Да так, чтобы читатель при беглом просмотре не упустил в сообщении главного. Срочную информацию агентство публикует в социальных сетях. А о содержании газеты говорят ее рубрики «Особый повод на чистоту в фокусе». Последнее, нетрудно догадаться, о деятельности первых лиц в правительстве Подмосковья. Информоагентство сегодня – проводник информации региональных органов власти. До весны время будет рассказывать и о том, что интересного можно посмотреть в городском округе и у наших ближайших соседей. Всю информацию журналисты собирают у краеведов местных жителей. В процессе нередко узнают о неожиданных фактах. Всем нашим читателям я хочу порекомендовать нашу новую рубрику. Она называется «Зима в Подмосковье». Мы рассказали о селе Рязанцы. А Лебев не писал «Соловья» в «Рязанцы». Композитор прославил «Рязанцы» именно своей женитьбой, но никак не романцем «Соловей». Но от этого, конечно, «Соловей» хуже не становится. Набранный автором текст идет в работу к верстальщикам. Те фокусируют его на странице так, чтобы было удобно читать на фоне фотографий и графики. За этот процесс отвечает верстальщик с 25-летним стажем Елена Котова. В 2018-м газета выпустила серию воспоминаний щелковских ветеранов уголовного розыска. Читатели раскупали тираж. За оставшимися экземплярами приходили в газету. В наступившем году время продолжит публиковать очерки. Время приобрело историческую ценность. Газета уже собирает в себя какую-то информацию за определенный период. И информация уже несет историческую такую ценность. Вот, к примеру, в прошлом году мы второй номер выпустили. Вот такой интересный у нас новорожденные двойняшки с нашего перинатального центра. Очень многие приходят, покупают газеты именно потому, что они уже вошли в какую-то историю. Еще один успешный проект газеты – «Литературная страница». В него стремятся попасть как начинающие, так и сформировавшиеся поэты. Незримую нить между читателем и творцом держит новый сотрудник редакции и тоже поэт Оксана Шевченко. Очень приятно, когда к нам в редакцию приходят пишущие люди, приносят свои стихи, приносят прозу, какие-то зарисовки, эссе. И это вот еще одна сторона нашей работы, когда приходится работать не просто с информацией, но и с творчеством. Газета помогает им расти творчески, поверить в свои силы. А может быть и задуматься о том, чтобы сделать какую-то литературную или журналистскую карьеру. После того, как Ответсек убедится, что все абзацы разволожены на своих местах, черно-белый вариант газеты до запятых вычитывает корректор Ираида Брагина. Если нет критических правок, пропускает макет в типографию. Существует три измерения, но есть еще и четвертое – это время. Оно имеет свой ход, ритм и темп. Ну а о наиболее ярких событиях, происходящих в Щелковском районе и в Подмосковье, рассказывают наши коллеги из Щелковского информагентства. Газета «Время» поздравляем их с Днем Печати. Михаил Налетов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok